Зачалились на холмике Таком высокий бугорок среди болот Для стоянки мало пригоден Но одну палатку можно поставить Костырище Во всех отчетах этот холмик фигурирует Как место для обеда, кратковременной стоянки Чего-то такого Вот болото Дальше Так, а вот и обнаружена морожка Ее много на самом деле Но она так По ягодке по одной растет Вот, например, ягодка Вот такая морожка Ведро морожки в Петрозаводске 4000 стоит Свообразный вкус Да, многое тут Прямо чувствую, что экономлю Рублей на 300 уже наел По Петрозаводским ценам Вот, спелая, желтая На самом деле Встречается еще не спелая Она Вот такая Красного цвета Вот, вот она еще твердая А эти мягенькие Блин, сколько ее тут Поля целые Посмотрите, как одуванчики в поле Вашпи Морожка Вот у нас тут Полотная змеючка Что за змейка не знаю я Черная полностью Интересно Может, Меланис гадюк Про гадюки что-то в отчетах Про гадюк я в отчетах что-то читал Не будете? Спасибо 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 Это Петрозаватель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 короче воды очень много волами первые же серьезные пороги их осмотр показал что это нереально нам новичкам здесь пройти понятно что надувные байдарки лучше но смотрите тут и волы уже начали появляться на таких препятствиях которые раньше препятствиями то особо не считались на шиверах на всяких перекатиках обносит этих как его проводочках вот на всех таких несерьезных препятствиях сейчас до хрена воды воды вот от берега до берега смотрите сколько просто куча вот здесь река не должна быть такой широкой везде появились в общем сложности байдарки надувные неуправляемые нас крутит вертит на камни несет очень сложно возможно мы попробовали волому и будем отсюда выбираться это не лето это какая-то странное состояние этой реки лето в этом году не было на всех реках карелии вода вот такая черная на нефть похоже это кажется так на самом деле она кстати чистая прозрачная дно часто видно просто имеет такой оттенок черно-красный такой коричневый заторфа при этом она питьевая вполне и повторюсь часто видно дно рыбалка у нас пока не особо задалась тем не менее уже первые результаты вот это вот два окунька жалко их выпустим наверное что нам с двух окуньков так ну в общем мы выпускаем окунь окуней это слишком жалко дух и куда мы и двух денем вот поэтому мы сейчас я сейчас выпущу вот так вот так поставим кастрюлю торжественно выпускаем двух окуней давайте 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 опа молодец уходите уходить уходить в таком месте ловим собираемся такой антистапель получился сложили байдарки собираемся сваливаем пешком в сторону пеннинги начинается волок у туристов водных это называется волок а вот старые следы лося вот вот след аж прямо в дороге глубокий наверно ходил когда дорога была раскисшая в марте там не знаю когда она бывает мокрая вот след лося по дороге у нас волок процесс так называется вот мы тащим барахло так как туризм водный то много барахла в руках получается в пешем туризме обычно в руках ничего не носят а здесь же еще байдарки всякие спас жилеты весла и прочее и мешок картошки нам помогают выброситься рыбаки из пеннинги иначе нам пришлось бы еще 7 километров тащить все это на руках до цивилизации к чему были готовы но сэкономит нам время и силы жигуль танк по болоту идет но волна волна волну пускает я бы на своей саде сунулся рыбаки привезли нас на офигенную стоянку на озере за жидостанцией пеннинга вот это еще завтрашний день проведем лена моет картошку сейчас будет вареная картошка с жареными грибами набрали кучу грибов уже порезали помыли будут жареные грибы вареная картошка потому что грибы с картошкой в одной посудине не поместится у нас тут гроза и слепой дождь я думал на серии гроз не бывает но громыхает так прилично сейчас можешь даже на видео будет давай громыхай начинаем варить уху из свежепойменной рыбы правда рыбы тут мало она мелкая тут всего 1 один окунёк один и одна щучка вот ну на троих я думаю хватит так наша уха готова какая уха аж объектив запотел так мы тут едим уху вокруг летают комары ну как летают летали потому что тут сейчас появился офигенный репеллент если получится сейчас попробую снять на видео он периодически к нам подлетает и вычищает всех комаров о сзади меня вот она летает схватила вам на видео на плохо видно но это стрекоза огромная которая периодически полетает мимо нас и хватает всех комаров по три раза по три штуки за раз ну как будет много комаров включу видео снова потому что а вот она потому что она всех уже вычистил одессе в окрестности сейчас в палатку залетит палатку почистит нам красный барон она сильно всех комаров поживет прям подбирается да деловито так за что еще я люблю север это за вот эти вот подушки муха вот как мягко вот идешь по пружинящему такому это не болото не совсем болото то есть как бы тут воды нет просто мох он может быть сухой но при этом офигенно смягчает ходьбу амортизирует вот комары конечно же куда без них черника вот еще постоянно попадается вот там все время я уже надоел даже собирать просто идешь не собираешь и конечно запах багульника это тоже то что не может никакая видеозапись воспроизвести вот это багульник очень ароматный такой хвойно ароматный запах когда солнечная погода безветренно в лес заходишь и сразу запах севера нет у нас такого не сосны не пихта ничего так сильно не пахнет как багульник нет у нас Мы уехали из Пеннинга в Петрозаводск и сейчас едем в Медвежьегорск на вторую часть нашего путешествия.